Власти Никарагуа назвали настоящим прорывом в здравоохранении открытие в стране завода по производству вакцин. Предприятие удалось построить благодаря российским специалистам. Иммунобиологический центр станет первым в Центральной Америке. Теперь у жителей не только Никарагуа, но и нескольких соседних стран появился шанс справиться с опасными заболеваниями. Юлия Сеферинкина о медицинском сотрудничестве двух государств. Строительство завода Мечников началось ровно год назад, когда министр здравоохранения России Вероника Скворцова заложила здесь первый камень. И вот спустя 12 месяцев выросла настоящая махина. Фабрика, оснащенная по последнему слову техникой, расположена на площади 9 тысяч квадратных метров. Сейчас как раз идут последние приготовления перед торжественным открытием. Ведь это действительно событие не только для Никарагуа, но и для всего региона. Это первое собственное производство вакцин в Центральной Америке. О том, что значит для Никарагуа это предприятие, можно судить даже просто по количеству местных журналистов. Голубую ленту в знак открытия завода участники проекта разрезают под прицелом трех десятков камер. Вместе с Вероникой Скворцовой первыми порог нового иммунобиологического предприятия переступают сотрудники Петербургского НИИ вакцины сывороток, где создают лучший профилактический препарат от гриппа. Именно вакцину, разработанную в этом исследовательском институте, теперь будут производить на предприятии Мечников. Сегодня открытие завода показало присутствующим здесь страновым специалистам, что надо договариваться с Россией. И если правильно будут вести переговоры, то подобные предприятия могут возникнуть в целом ряде стран. Центральная и Латинская Америка действительно нуждают в вакцинах от гриппа. Сейчас дефицит составляет около 150 миллионов доз в год. Собственное производство есть только в Мексике и Аргентине, а этого явно недостаточно. Поэтому даже простые жители Никарагуа понимают, что значит для их страны открытие такого предприятия. У нас много болезней, которые переносятся насекомыми. Вакцина от гриппа – это тоже очень важно, потому что это заболевание будет меньше беспокоить народ Никарагуа. Благодаря этим вакцинам весь народ будет более здоровым. Но это не только производство вакцин, это наука, которая Никарагуа нужна тоже. Со стороны Никарагуа в проекте участвовал Институт социального страхования, а контролировала процесс создания предприятия Панамериканская организация здравоохранения. Сомнений в том, что решение производить именно российскую вакцину правильное не было ни у кого. Высокое качество и низкая цена обеспечили нашему препарату конкурентное преимущество, а руководству завода возможность строить амбициозные планы. Прежде всего мы должны выйти на потолок по количеству производимой в сезон вакцины. Это, ну если так, грубо от 20 до 30 миллионов доз в сезон. И в процессе добавлять к этому какие-то другие иммунобиологические продукты, которые могут быть востребованы как в Центральной, так и в Южной Америке. Для того, чтобы в перспективе обеспечить потребности региона не только в вакцине от гриппа, но и от других болезней, на предприятии Мечников создан специальный центр, который будет заниматься изучением существующих здесь болезней и разработкой профилактических препаратов. Те лаборатории, которые сейчас будут наполняться оборудованием, позволят нам следить за эпидемиологической ситуацией, следить за вариабельностью штаммов различных патогенов и таким образом видоизменять состав штаммов в наших вакцинах и иммунобиологических препаратах. Россия вложила в это предприятие огромные деньги – 14 миллионов долларов, Никарагуа – 7 миллионов. Завод оснастили самым современным оборудованием, которое способно обеспечить все циклы производства вакцин. Завод оборудовали так, что удивились даже сами сотрудники. Вот это, например, инспекционная машина. Она будет проверять, соответствует ли доза готовой вакцины нормативным документам, герметичен ли флакон и нет ли внутри механических включений, проще говоря, мусора. Обычно на заводах этим занимаются сразу три дорогостоящих разных аппарата. А здесь вот один суперсовременный. Сейчас завод продолжают готовить к запуску. Кроме того, нужно детально проработать все этапы создания препаратов. Все-таки Россия собирается обеспечить вакциной страны, которая находится в другом полушарии Земли. В настоящее время намечены мероприятия по изучению роста вирусов гриппов, вакцинных штаммов, именно на местных куриных эмбрионах. Потому что, как мы знаем, производство гриппозных вакцин основано на куриных эмбрионах. И мы используем только в России определенный сорт эмбрионов. Хотим попробовать на местных. Если все будет нормально, значит нам не надо завозить своих кур, не надо какие-то особые условия создавать. Полный цикл производства вакцины запустят в марте 2017-го. В следующем году предприятие должно выпустить минимум 15 миллионов доз вакцин от гриппа. И после только наращивать обороты. В том, что все получится, здесь не сомневается никто. Вечером после открытия завода всех участников проекта принял у себя президент Никарагуа Даниэль Артега, который лично выразил признательность российской стороне за такой вклад в развитие его страны. Юлия Сефиринкина, Михаил Холкин, 5-й канал Никарагуа.